Ко дню защитников Отечества мужчины с гордостью и уважением несут букеты этой хрупкой женщине. Наталья Микитюк военную карьеру не выбирала. Так сложилась жизнь. В ее семье военных не было. После медучилища начала службу в танковой дивизии младшим сержантом. Затем была Германия, пять лет в западной группе войск. В 1995-м переехала с мужем в Анапу и служила в 7-й гвардейской десантной штурмовой дивизии. 2000-й год изменил ее жизнь. Наталья была направлена в Чечню врачом гаубичного дивизиона. Первая ночь моя была именно в Чечне. Понятно, бессонная ночь. И у меня было у солдата ранение, то есть откатом орудия, перелом бедренной кости. И это было, во-первых, у нас палатки были все в земле, и по окопам надо было бежать. Вот тот солдатик, который нуждался в помощи от болевого шока, он мог бы умереть. То есть вот это, наверное, страх был не за себя, а именно за этого солдата, который мог умереть. В Чечне Наталья получила свое первое офицерское звание. Полгода в центре боевых действий изменили внутренний мир. Ежедневные обстрелы, военно-полевые условия, много работы. По словам Натальи, материальное ушло на второй план. Сейчас для нее важны только жизнь и здоровье. Конечно, страшно. Страшно, но по-другому никак нельзя было. Я не могла оставить своих ребят, потому как ежедневно требовалась медицинская помощь. Кроме ранений, которые были за весь период моего пребывания с моего дивизиона, ни один человек не погиб. У Натальи немало наград. Одна особенная. Медаль за отвагу вручал президент. Еще в Германии Наталья начала писать стихи. Много написано о Чечне. Вот снова ночь и снова залп орудий. А я лежу и не могу уснуть. Я не пойму, зачем же снова люди затеяли проклятую войну. Вышел сборник стихов и песен «Частичка моей души». Лучшая подруга Натальи – гитара. 23 года своей жизни Наталья отдала службе в армии. В звании майора уволена в запас. Все эти годы она прежде всего была женщиной. Мушеван служил в Афганистане. Полковник медицинской службы. Четверо сыновей пошли по родительским стопам. Сергей Вадим – подполковник и капитан медицинской службы в Санкт-Петербурге. Виталий – майор ВДВ в Иваново. Младший Денис – третий курсник военно-морской академии. Вы знаете, хорошо быть мамой четверых сыновей. Почему? Потому что порядок в доме. Папа – офицер. У нас все на своих местах. В бытовом плане ребята умеют делать все. Звезд в семье не сосчитать. Еще во время службы Наталья получила два высших образования. Защитила кандидатскую диссертацию. Сегодня Наталья Микитюк возглавляет управление образования городской администрации. Стрельба сменилась звуками мирной жизни, окопы кабинетом, ребята в зеленке деловыми костюмами. На всех городских мероприятиях можно увидеть Наталью Микитюк. Всегда приветливо, но мало кто знает, что ей пришлось пережить.